Все мы ждали, очень долго ждали, не только эти восемь лет. Под боками, под ракетами, под выстрелами, под убийствами люди приходили и проценты показали очевидно, что есть чувство правды в сердце человека. Что такое святая Русь? Это и есть Россия, Украина и Беларусь. Мы едины, абсолютно единый народ. С каким-то единодушием, вот этого я не полностью ожидал, я мог только надеяться. И с какими процентами почти все проголосовали, те, кто мог, за возвращение в нормальную жизнь. Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Два слова, которые сегодня звучат громче всего в России, и не только в России. Референдум и мобилизация. Давайте, наверное, начнем с референдума. Как говорил Лермонтов, и я это часто повторяю, чувство правды в сердце человека. Я думаю, что общество наше, ну это я говорю и по Куме, и по тем, с кем я общаюсь в жизни, все принимают так, как положено принять с чувством правды. Поскольку все мы ждали, очень долго ждали. Не только эти восемь лет, пока убивали наших братьев русский мир, да вот в Донецке и Луганске. Мы это ждали все 30 лет, наблюдая то, как предается страна. Как наши братья, украинские братья, они для нас родные. Я лично имею предков с Украины, Запорожца, Сеченики. И я горжусь тем, что мой прапрапрадед, полковник Кондрат Бурляйс, подвижник Богдана Хмельницкого и кум Богдана, был послым Богданом Хмельницким в Москву с посольством опрестяния Украины к России в 1650 году. Об этом есть предописное предъявительство о том, что был полковник Кондрат Бурляй и геджеложский с посольством присоединения всем войскам на истинные времена к России. Потому что предки наши православные понимали, что мы должны быть едины. И вот то, что сейчас мы все видели, и вся страна наша, и Украина, часть ее видела, с каким-то единодушием. Вот этого я не... Я полностью ожидал, я мог только надеяться. И с какими процентами почти все проголосовали, те, кто мог, за возвращение к нормальной жизни. То в русской ОЛОН дам. Поэтому у нас у всех одно чудо, что мы начали восстанавливать то, что разрушили три преступника Беловежской. Пуще, когда подпилку Беловежской, они практически разрушили, что собирали наши предки покрутиться к княжеству к княжеству, умиротворяяя, объясняя, присоединяя, присоединяя, присоединяя радость. И вот это произошло. Поэтому у нас у всех чувство радости со слезами на глазах, потому что идет кровопролитие. Это самое страшное, что удалось. Удалось врагу рода человечеству. Столкнуть, брать мир. Единокров и единоверных. Когда я видел эти процессы в Сербии и Югославии, когда ее дробили на части, я думал, ну у нас-то этого не подойдет. Произошло. По попустительству, по недомыслам, по излишней успокоенности, ну куда они делаются, наши братья, делись их обуть, так сказать, лукавой пропагантой. Они подняли поколение русофобов. Мы это видели, и я это видел. Все эти 30... Поскольку где-то с 92-го года, когда я создал пенопорум «Золотой виде», я, естественно, позвонил своим братьям, коллегам, пригласил их, и они приехали. И мы долго были вместе. До 2014-го года. А потом, как отрезали их. Вот я сейчас утверждаю, что это кровопролитие, и то, что сейчас приходится нарезать термопорумы и нацизмы, таким образом, на их совести, мои дорогие, я их знаю всех практически, всю элиту украинского кино. А те только допустили это, они поддерживали это, они это культурировали, в фильмах своих. Второе слово, мобилизация, звучит, наверное, не менее громко, особенно для тех, кого это касается непосредственно. Как вы чувствуете температуру, скажем так, в российском обществе в связи с этим? Как ни странно, эта температура нормальная. Конечно, я понимаю отцов и мать, которые дети, которые сейчас живут, понимают, что это для них. Они их рожали, растили, а теперь нужно отстаивать наше отелье. Ну, что же делать? Россия очень редко дала мир, очень редко давали жить мир. Мы, люди, на нас все время нападали, все время отправляли. Мы их никогда не начинали, мы их всегда заканчивали, и на этот раз придется закончить. и эти действия, которые должны быть переквалифицированы из специальной операции военной в антитеррористическую операцию, поскольку очевидно для всех, что этот террорист, когда при голосовании не помешать хоть как-то противодействовать, начали расстреливать Нинские республики, Сонг и так далее, растреливать начали. Может, этим они думали, они не остановили под боками, под ракетами, под выстрелами, под убийствами. Люди приходили, и проценты показали очевидно, что есть чувство правды в сердце человека. На ваш взгляд, что будет происходить с территорией Украины дальше? Что должно произойти, чтобы прозрели, что ли, наши братья? Сложный вопрос. Для того, чтобы прозрели наши братья, а это уже поколение, и это не только те, кого взрастили сейчас за эти годы, за 30 лет, вот эти дети, которых воспитали русофобы, но и старшие коллеги, я думаю, а я еще раз говорю, что я их знаю, у меня такое ощущение, что они должны прозревать, потому что они все родом из Советского Союза, они все получили здесь, от Советского Союза, звания, родных, СССР, и России, и так далее, это долгий процент, поскольку речь о запущенном процессе, в том, что поколение молодое воспитано, это значит, уйдут годы на то, чтобы ориентировать вот тех, кого сделали русофобы, на простую мысль, что Ракия любит Украину, ее, возможно, не любить, их песни, их щедрость, гостеприимство, ну, это русское гостеприимство, кстати, о Гоголе, ведь Гоголь, он был малороссиян, любил Украину, потому что ее, ну, невозможно не любить, он говорил так, что я не могу отделить, где и малороссиянин, где и россиянин, то что такое святая Русь, это и есть Россия, Украина и Беларусь, не единая, абсолютно единая народа. То, что Беларусь и Россия все это время демонстрируют в общем-то непоколебимо волю к союзу, к единению, насколько серьезную эту роль сыграла в том, что, знаете, другие народы смотрят и понимают, как это может быть? Вы знаете, в том, что мы удержали наш союз и мы являемся союзным государством, в этом огромная заслугой лично Александра Григорьевича Лукашенко. Я знаю этого лидера около 30 лет. Именно он единственный ездил под бомбы НАТО в Югославе. Тогда и я был там параллельно в те дни, и я видел, что только один политик наш приехал туда. Этот политик, которого проглядел западный мир, очень много них они купили, взяли на крючок, а вот Александр Григорьевич как-то они проглядели. Крестьяне, ну как-то, ну думали, что это ненадолго. А этот крестьяне убежал Беларусь от спара. Многие были недовольны этим, уж больно все жестко. И консерватив. Этот консерватив был необходим для Святой Руси. Он долго протягивал руку, руку отвергая, он терпел, и он победил. Мы едины. И сейчас нашего союза государства есть одна задача, главное, и перед Россией, и перед Мелоруссией тоже, это создать модель, новую модель нового общества, цивилизационной модели разумного общества в неравном мире. Мы будем опираться на наши традиционные духовно-нравственные ценности. Это дало и в указе Александра Григорьевича Лукшенко о культуре, и Владимира Петровича Путина в указе 2014 в том, что культура должна развиваться в новой традиционной духовно-нравственной принцип. В этом же отличие от умирающего мира, предавшего все ценности, все традиции, искушенные дьяволом и ударившиеся в патологии и в рождении. Россия и Беларусь этого никогда не предназначены. На ваш взгляд, трансформация и можно даже сказать и перерождение, и уж точно очищение российского общества, ну и вообще нашего союзного общества от вот этих вот либеральных химер, я бы сказал, которые нам навязывали все эти 30 лет, пытались и раньше. Насколько от успешности этого дела зависит собственно успех и военной операции? Ну абсолютно зависит от этого. И сейчас нам в России придется переформатироваться, потому что у нас создание нового общества разума. Слишком все запущено, слишком заигрывали мы с бесами, слитком пустили все, и у нас сам отек. Ну а как мы все рассматриваемся? Не сосется. Мы стали и позволили подняться вот литеральные пения вседозволенности. Мы никак не контролировали нашу культуру, а ее надо контролировать. Об этом сейчас мы еще поговорим. О том, что такое цензура, идеология. Стали заигрывать снова поколениям, ложными ценностями, а нельзя заискивать. Заискивает только слабая государство. Надо вести ее в правильном направлении, за собой. в правильном направлении. Этим мы не занимались. Сейчас придется это сделать. Но это тоже процесс не одного дня. Вы же понимаете, это долгая кропотливая работа, на самом деле, вот то, о чем вы говорите. Но, коль вы сказали таких два слова, цензура и идеология, очень многих людей эти слова возвращают в советское прошлое, причем, скажем так, не в хорошую его часть. Правильно ли так использовать эти слова? Абсолютно неправильно. И с этим сейчас попробуем разобраться. Что такое идеология? Это слово переводится как лука об идеале. Разве государство не имеет права иметь эту науку об идеале, чтобы передавать эти идеалы ведущим поколениям? Не говорит иметь. Оно обязано это иметь, а че не будет государством. Просто это надо закладывать в конституцию. Конституцию нашего уже заложено понятие «бог». Но оно где-то идет не в самом начале, а его нужно в первой строке ставить. Бог есть. Он все видит. Теперь слово цензура. Цензура тоже оказывается не так страшна. Кстати, я прибавлю, что я в политическом цензуре. Однозначно, самое первое, чтобы не было политической цензуры, но общественный контроль и матерей за тем, что мы даем грядущим поколениям, должен быть обязательным. Поэтому сейчас я стал инициатором законов об общественных советах. И телевидение, при кино, и так далее, всюду, в театры. Это сейчас упразднив. Все доверено так называемым эффективным менеджерам, которые думают о своем кармане. И только. Так что о цензуре хорошо, если так бояться этого слова. Но даже либералы и наши противники, они понимают, что Пушкин это все. Цитирую о Пушкина дословно, буквально то, что он говорил. Цитату начинаю. Всякое христианское государство, под какой формой говорения оно не существовало, должно иметь цензуру. Разве речь и рукопись не подлежат закону? Я бы добавил здесь и кино, театр, литература, все. Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому, что в год уход идет. И государство вправе остановить раздачу рукопись. Конец цитата. Это Пушкин. Наше все. Это все есть везде, мне кажется. Есть везде, но я тут вспомню о Тарковском, который жил при тоталитарном рижлиме, при абсолютно свободен. Вот есть такая фраза. Что такое права человека и свобода? Права можно отнять, а свободу нет. Был свободен и в тоталитарном режиме. Да, это потребовало крестного пути для него. Тогда многое было против этого. Так что мы будем спокойно в том, что мы у себя дом, мы в своей земле, мы на святой Руси. Мы опираемся на плечи наших предков, которые нам оставили все эти запахи, и мы не предадим. эта война смыслов, она ведь идет не одно столетие. И на ваш взгляд, почему именно наша культура, наша цивилизация становится постоянной мишенью нападок со стороны Запада в первую очередь и причиной агрессии? Почему это? Ну почему? Это просто в веках же. Боли битвы сердца человека. Бог и дьявол всегда борется. Закон этого быть нет. Но я думаю, что все-таки Россия сбокла. Хотя, конечно, можно упрекнуть, ну что же вы там проливаете кровь. Ну не мы начали, но не могли мы продолжать. Восемь ли это? Мы все потерпели, уговаривали и так далее. Нет. И мы начали операцию 24 февраля у нас не было выхода, потому что если бы мы на день позже это сделали, нам бы пришлось отвечать, потому что через сутки была уже намечена масштабная операция западать силами Украины по смятению специально для Донецких республик, дальше Крым, Приднестровье и дальше Россия. Мы не могли иначе поступить. Придется идти до конца. Что в вашем понимании теперь, сейчас уже, когда прошли референдумы, когда уже с февраля длится, ну пока это называется специальная военная операция, как, возможно, она как-то переименуется. Идти до конца это как? Ну я не стратег военный, вообще я не военный человек, хотя я вчера я сказал, и я хочу идти на фронт, но здесь мне в доме ответили, что здесь сейчас вы полезны. В моем возрасте автомат мне все равно не дадут. И поэтому я принял решение о создании культурного фронта России. Сейчас мы подходим к самому главному. Курный фронт России, поскольку золотой из-за 30 лет собрал армии, деятелей культуры всех видов искусства. Кирилл, музыка, кирилл, живопись сотни людей. Только в Москве, а по всей России, но это уже тысячи людей. И пора дать понять, что культуры думающие как патриот и нормальному человеку думают и на образ показать силу ему культуры. Сейчас часто по телевизору говорят, тот уехал, как много уехал. Да не много уехало, господи, но уехало побольше, чтобы радость для всех для нас окончилась. Окончилась бы новоморная жизнь, болото, в котором мы жили эти 30 лет при Седополе. Уехали те, кто не уменьшился потерь от искусства. Уехали те, кто не жал уровень нашего народа. А нормальным людям, деятелям культуры, кинематографии, деятелям театра стали препон наши чиновники. Чиновничество это отдельное. А гордо и с ними тоже надо будет разбираться. Нужно будет нам заниматься сейчас и кадром вопроса. И воспитывать на культуре. Я вот здесь предложил. У нас этого года залучено на культуру 0,7%. В будущем году 0,6% убывали. Я предложил 3% от ВВ. Это почти сколько и на гнистерство обороны. Поскольку на мой взгляд и на взгляд коллег нормально культуры это самое главное оборона души человеческой. Если потеряем эту душу, а сейчас есть опасность, была опасность, потеряем. Что передадим грядущим коленям? Что ж, очень много работы предстоит на самом деле всем. я предложил создать союз творческих объединений союзного государства России и Беларуси. Я переговорил со всеми председателями творческих союзов и Беларуси, и России все решения вступать в эту организацию. Но мало того, что мы создадим эту организацию, мы еще примем кодекс чести депутателем союзного государства, что крайне необходимо, поскольку многие мои заблудшие коллеги теряли чувство стыда, ведь был кодекс чести в Америке. Он был принят американскими продюсерами и прокатчиками в 1932 году и выставил более 30 лет. Открыл этот кодекс, читал и был крайне удивлен, что я критически отношусь к Америке, Голливуду. Там у них было все прописано, абсолютно. Отключение к стране государства, к плагу, к религии, к семье, к излишним затяжным поддувам на экране, обложения. Ну, абсолютно все. Я даже думал, считая, что это что, наши агенты, что ли, это делают? Ну, и вот от этого я, в общем, я разработал наш союзный кодекс чести, который сейчас обсуждается, и я думаю, что он будет принят. Я очень рад, мне оказано доверие, и я избран председателем комиссии по культуре, науке, обыкновению парламентского собрания союза в Беларуси. И ждет огромная работа, работать как прежде. Мы не будем, этого я не позволю, такого вялой, эффект, такого вялотекущего отношения к союзному государству. Ведь наши лидеры, и Путин, и Лукашенко, шли на сближение и интеграцию союза государства на плотную. И если раньше предлагалось где-то 50 проектов через комиссию по культуре, то я предложил уже 40 проектов. Это влечет увеличение бюджета. Безусловно, об этом я говорил из нашим руководством парламентского собрания, и они поддержали это. Работайте, говорят, мы будем вам помогать. Так что работы у нас очень много, но мы победим. Спасибо большое, Николай Петрович. Удачи вам в вашей работе, в ваших начинаниях. Храни Господь Россию и Белару и Святую Пусть. Продолжение следует...